Всех приветствую, друзья, на своей кухне! Сегодня у нас необычное видео, первое видео такое на моем канале. Если вы постоянный зритель, то знаете, что я обычно снимаю полочки прямо из магазина, рассказываю о новинках в таких магазинах, как Fixed Price, Sensei, Galamart, Cvetafor и других. Их очень много, целый список, я трачу на это очень много времени, сил и энергии, и, конечно же, экономлю ваши деньги и ваше время. Ну, а сегодня я решила, что мы рассмотрим с вами новиночки продуктовые из магазина Fixed Price. Если вам данная рубрика понравится, то дайте об этом знать в комментариях, и не подлинитесь, поставьте пальчики вверх, лайки на видео. Мне будет безумно приятно, и, конечно же, таким образом я пойму, что данное видео вам зашло. У меня огромный, полный, тяжелый пакетик из магазина Fixed Price, но по секрету скажу, кое-что я купила еще месяц назад и хотела запустить это видео еще тогда. Но, к сожалению, меня подвело здоровье, у меня приболел желудок, такого никогда не было, но вот случилось. Зато за это время появились еще новинки, я еще кое-что докупила, и давайте же распаковывать. Сейчас все это окажется перед вами, и мы посмотрим, сколько здесь всего интересненького. Что, вот столько продуктов у меня вышло, здесь есть чем похрустеть, чем запить и что поесть. У меня скоро обед, поэтому актуальненько я решила начать снимать это видео, чтобы параллельно еще и пообедать. Я не знаю, с чего начать, но начнем мы определенно, наверное, с самого вкусненького, на мой первый взгляд. Здесь у меня есть две быстро завариваемых лапши, причем они когда появились, я обалдела, как прикольно они выглядят. Они выглядят не как наш роллтон какой-нибудь или доширак, все здесь на китайском языке, конечно же, с маркировкой российской. Цартина тихоокеанская, плов с мясом по-узбекски, какие-то шпроты, которые я, по-моему, увидела в фикс-прайс уже давно, но ни разу не пробовала. Какая-то странная тушеная индейка, ну, лично для меня странная, и мне кажется, что банка немножко подвздулась, господи, не травануться бы. Есть чипсики, есть трубочки, нори и пухлый кролик, но не обычный, это новинка. Из напитков фикс-прайс нового, если и привозят, то разве что энергетики, которые я не пью. Но давно там продается вот такое алоэ, что за алоэ, никогда не пила, представляете? Поэтому попробуем, узнаем. Начнем мы, пожалуй, с плова, с мясом по-узбекски. Здесь есть ключик, так что открывашка нам не понадобится. Срок годности 24 месяца, без добавок 100% натуральный продукт, а так ли это? Ну, составчик тут действительно кажется очень даже неплохим. Напишите в комментариях, кто покупает такую продукцию, как часто вы ей питаетесь. 300 грамм данного плова стоят 79 рублей. Как на улице потеплело, так жарко, я вам скажу. Фух, мне пришлось еще окошко закрыть. Вау, вау, ого, ого, вы посмотрите на это. Ого, а пахнет, а не дурно. Вау, ну, фикс прайс, ну, не ожидала, не ожидала. Тут прям какие-то кусочки мяса. Очень выглядит аппетитно на самом деле. Что, пробуем? Ну, это съедобно вообще-то. Вообще-то очень даже съедобно. Наверное, бы хорошо было это подогреть. Здесь прям морковка такая, натертая. Я предполагаю, что мяса тут не прям уж много. Вот все, что сверху. Классная еда в дорогу. Например, вы куда-то на рыбалку выезжаете, на природу, с ночевкой. Можно взять фикс прайс вот такой плов и наслаждаться на отдыхе. Нормальной едой, действительно такая нормальная. Ничуть не хуже той готовой еды, которая продается в супермаркетах, в том же спаре, пятерочке. Давайте откроем то, что еще с ключом. Не хочу мучиться с открывашкой. Пытаюсь оттянуть этот момент. Шпроты. Шпроты в масле. Масса 160 грамм. Тушка копченая, каспийской кильки. Масло подсолнечное, соль пищевая. Все. Достаточно неплохой состав. Рыбы здесь 112 грамм. Ну, значит, сколько там? 48 грамм у нас идет масло. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А как ее открыть? Слушайте, у меня при нажатии масло выливается со всех сторон. Что, если женщина одинокая, она теперь не сможет поесть шпроты? Так. Кирилл. А вы взгляните, а выглядит-то ничего, аппетитно и пахнет, знаете, такими бутербродиками из детства. Но она вот разваливается при нажатии вилки сразу же. Очень мягкая. Пробуем, конечно же, в любом случае. Разваливается вся. Вкусно. Очень много масла. Рыбка небольшая. Приятная. Можно, думаю, брать. Вот так вот на бутербродики, знаете, там гости пришли. Тем более состав. Если составу верить, то он хороший. Сардина тихоокеанская. Иваси натуральная, изготовлена в море. Но эта марка не Доброфлот. Но если вы покупаете Доброфлот, то, наверное, видели, что там есть разные надписи. Изготовлена в море и изготовлена морем. Так вот, если в море, то изготовлена прямо из свежей рыбы. А если морем, то из замороженной рыбы привезенной уже. Состав здесь, как всегда, тоже натуральный. Специи, соль и, естественно, сардина, то есть иваси. Здесь уже открывается легче. Сверху у нас маслечко такое добротное, скажем, его здесь очень много. Рыба здесь кусочками. Запах масла и рыбы тоже немножко разваливается. Все-таки долго уже полежала. Раскиселилась, я бы так сказала. Я предпочитаю рыбу не в масле, а в собственном соку. Мне кажется, так намного вкуснее. Больше чувствуется именно вкус рыбы. Но в масле тоже неплохо. В целом, она приятно ощущается. Никакого отвратного вкуса я не почувствовала. Но вот то, что она развалилась, конечно, совсем. Я бы могла взять такую рыбку и сделать, например, суп из консервов. Она в меру соленая. Мне понравилась, но второй раз не возьму. Не возьму только потому, что не очень люблю огромное количество масла. А масло в данном продукте очень хорошо чувствуется. Вот эта баночка, она меня пугает. Пугает, потому что она какая-то немножечко в натяг, скажем. Но дутенькая. Мясо индейки идет на первом месте. В составе есть загуститель и специи. Знаете, что я вам скажу? Это выглядит максимально стремно. Открываешь банку и плавает просто какое-то нечто. Честно. Я пока открывала, там аж выбежала вся масляная жидкость, которая сверху скопилась. Достанем давайте прям из банки. Посмотрим, что же там внутри. Вот сколько было масла. Боже, что это? Ой. Да. Неприглядное месиво. Нет, вы не думайте, я не ханжа какая-то. Я и тушенку ем. У нас домашнюю делают дома в деревне. Но вот это выглядит максимально не очень. Во-первых, здесь видно, что мяса крайне мало. 290 грамм. И, по-моему, я не вижу ни одного слова, где было бы сказано, сколько именно мяса. То есть они могут вам хоть горошину положить, хоть нормальный кусок мяса. Я не хочу это пробовать. Правда, вам скажу, мне страшно. Выглядит не очень. Но у меня нет собак, поэтому пробуем. И пахнет среднее. Мясо все разваливается. Я буду пробовать именно кусочек мяса. Это есть можно, наверное. Вот я взяла самый такой розовенький кусочек мяса. И мне показался он съедобным, но не вау. То есть, если я захочу ту же самую индейку, я лучше пойду куплю себе индейку обычную и потушу ее. Жижа очень невкусная. Все соленое, неприятное, такое жирное, консистенция не очень. Плюс я вижу, что здесь даже мясо-то немного, много всяких шкур непонятных. Я не буду это доедать. И я даже не знаю, что с этим делать. А, хотя знаю. Сегодня Кирилл поедет в деревню. Наверное, собаке это увезет. Собака съест с радостью. Я нет. Мне кажется, сейчас самый приятный момент распаковки вот таких вот печариков по-простому. Лапша быстрого приготовления со вкусом креветки. И лапша быстрого приготовления морские ушки. Брала максимально странные вкусы, чтобы не было похоже на курицу. 160 грамм. Изготовитель у нас, скорее всего, Китай. Импортер, конечно же, ООО БЕСТ ПРАЙС. Давайте прозрачно. Все на китайском языке сверху. Пластиковая тара хорошая. Лапша. Упакована отдельно. Кусочки с фруктами. С фруктами, говорю. С овощами и мясом. Соус. Вилочка. И специи. Такая лапша стоила 149 рублей. По инструкции надо просто сразу все смешать, что вам хочется. И залить кипятком до отметки. А где отметка? Ну, наверное, вот она сбоку считается. То есть почти доверка. Кстати, непонятно, острая это будет или не острая. Приятный соус. Пахнет каким-то мясом, как будто бы. Это должны быть морские ушки. Вижу здесь сушеную морковь, какую-то зелень и неопознанный объект. Наверное, это ушки. Не так уж и много, кстати. Здесь 127 грамм. Именно в этой порции. И специи. Желтые или красные? Желтые. Значит, сильно остро не будет. А, пахнет невкусно. Здесь уже не пластиковая, а бумажная упаковка. Лапша, кажется, поменьше. Ха! Представляете, ее здесь две. Интересненько. А почему не сделать одну? Зачем две? На двоих разделить? Но соус-то один. Жидкий соус. Как будто бы жир из-под мяса. Вот из-под того, что я ела недавно. Сушеные овощи, зелень, два вида и морковка. Специи в пакете. И также вилочка, но уже как будто бы попроще. Но тоже симпатичная. Тут даже не лезет две. Я не поняла. А вдруг мне, правда, случайно две положили? Кисленьким пахнет специя. Пахнет ужасно. Слушайте, ужас. Не влезло. Первое замечание. Если здесь понятно, до какой линии заливать, то здесь 350 миллилитров, а эта чашка заливается где-то вот так. А вся лапша у меня встала еще вот в этом проходе. То есть, как она у меня должна с водой соединиться? Прошло шесть минут. И что мы видим? Заварилось? Ничего не заварилось. Пробуем тогда первый вариант. Это морские ушки. Вкус. И вот они, видимо, плавающие. Ты что там уже еще сырое все? Я перевернул. Такой странный запах. Такое все жирненькое, кажется. Они прям очень развариваются. Сильно. Практически безвкусные. Только соус дает вкус. А сама лапша такая тоненькая-тоненькая. Горячо-горячо. Ушко вообще что-то непонятное. Мне не нравится. Кирилл уже попробовал вот эту. Сказал невкусно, ему не нравится. Такое соленое, да? Тебе как показалось? Это? Угу. Просто сухоненькая-тоненькая. Это резиновая. Мне не нравится, что оно все вот разварилось. Ты сколько минут держал? Ну, 6 минут там написано держать. Мне вот это больше по вкусу понравилось, потому что оно с такой кислинкой. Но оно все равно того не стоит, и я бы не брала ни то, ни другое больше. И такое ощущение, что в этой упаковке должно было быть меньше. Одна вот эта пачка. То ли мне просто попалась так удачно, что очень много. Ну, тут что за тазик макарон? На кого это? Такое все неприятное. Не берите. Я уже так пить хочу, сияю, как блинчик от жары. Откроем и попробуем это чудо алоэ. Сладко пахнет, очень приятно. Кто пил данную штучку, пишите в комментариях. По-моему, рублей 30 стоит. Ага. На состав лучше не смотреть. Но, кстати, здесь подсластители фруктоза. Нет, сахар в чистом виде тоже есть. В общем, длинный состав. На самом деле это очень сладко. Прямо очень сладко. Но какой-то такой вкус есть приятный. Фруктовый. Я бы так сказала. Я не могу сказать, что это алоэ. Я алоэ в чистом виде не ела. На что-то похоже, но навряд ли это алоэ. Напиток сносный, пить можно. Но я предпочитаю простую воду. От бульбы появились вот такие чипсы. Картошечка, по-деревенски. Чипсы из натурального картофеля со вкусом утка с соусом из дикой брусники. По правде говоря, я не удержалась. И такие чипсы уже поела. Но не с данным вкусом, а со вкусом перец с солью. Такой вкус тоже представлен в магазине Фикс Прайс. Чипсы стоят 87 рублей. Чтобы вы понимали, дороже плова. И, как сказать, мне очень понравились. Очень-очень понравились. Поэтому надеюсь, что и эти вкусные. Картошечка выглядит очень натурально. Пахнет соусом из брусники. Вот в таких чипсах всегда такой соус. Круто. Хрустит. Обожаю, когда чипсы такие плотненькие. Пять из пяти. Круто. Нет. Эти если пять из пяти, то с перцем, который с солью и перцем. Это десять из десяти. Если вы попробуете те, что с перцем, то там более натуральный вкус картофеля. Как будто бы ты просто ешь картошку, посыпанную перчиком. И очень приятный вкус. Здесь все-таки есть вот эта немножко нотка сладкого. Из-за чего я обычно чипсы не очень люблю. Если я приду в магазин и буду выбирать между теми и этими, то, конечно, я выберу те, которые с перцем, которые не сладкие. Но если вы любитель чипсов с изюминкой, вот с такой, то смело можете брать. Здесь у нас 150 грамм. И даже указали, что толщина чипсинки чуть больше двух миллиметров. Чипсы нори. Чипсы нори я просто обожаю. Кажется, сейчас они 35-50 стоят в фикс прайс. А в обычных магазинах дороже. Но это не просто чипсы нори, которые там продаются, а они со вкусом кимчи. Кимчи, если вы не знаете, а может знаете, но я на всякий случай скажу, это такая капуста в специях корейская. Корейское блюдо. Я бы с удовольствием попробовала оригинальное кимчи, если бы мне какой-нибудь кореец приготовил. Но где же его взять? На такой подложечке чипсики. Можно сказать, полезные чипсы. Во-первых, здесь не так их много. Во-вторых, в составе йод, потому что это морская капуста. И должны быть специи. Из-за того, что я не знаю вкуса кимчи, мне кажется, что это просто что-то остренькое. Есть такой легкий шлейф остроты, но я думаю, если вы съедите эту пачку в одного, то к последней чипсинке будет еще острее, потому что эффект накопительный. Но мы с Кириллом похожие вещи очень любим. Любим такое брать, может быть, и не часто, но нам нравится. Давайте сладенькое откроем. Здесь у нас трубочки хрустящие под названием бамбук с изображением панды. Кто посмотрел уже четвертую часть кунг-фу панды, пишите в комментариях. Я посмотрела, мне очень понравилось. С начинкой со вкусом сгущенного молока в темной глазури. Много какао, сладкая нежная начинка, 160 грамм, цена 59 рублей. Сейчас от жары, я боюсь, они у меня все растаяли. Я не знаю, сколько градусов, 30, наверное, у меня в квартире. Как вы относитесь к составам сладостей? Вы смотрите на составы или нет? Признаю, что, конечно, хотелось бы постоянно углубляться в эту тему, составами, но я тогда не буду есть половину, потому что ем. Поэтому пробую, не заглядывая в состав. А, все растаяло. Надо в холодильник убрать. Такие трубочки в шоколаде. Должны быть в нормальном шоколаде, не растаявшем. Кстати, в фикс-прайсах очень часто весной и летом дико жарко. Я думаю, что вот этот продукт у них будет весь вот в таком виде, как у меня сегодня. Внутри начинка. Сливочный вкус. Шоколад не противный. Трубочка хрустящая, но в меру мягкая. Это точно не мой любимый десерт, но это не то, от чего я буду плеваться. Мне бы не хотелось, наверное, еще раз это купить. Не самый вкусный продукт, который можно найти в фикс-прайс. Не самый вкусный десерт. Но для разнообразия, если вам приелось то, что вы обычно берете, то можно взять. Но, опять же, знаете, что это может быть все вот в таком виде, потому что в фиксах очень жарко. Попробуем еще одну сладость. Пухлый кролик. Это одно из любимейших маршмеллоу у моих подписчиков на канале. Только это лишь отличается тем, что внутри есть начинка. Фикс очень часто привозит пухлого кролика разных видов. То есть они могут быть в форме сердца, звездочек с разными вкусами на Хэллоуин, на День Святого Валентина, на 8 марта весенняя коллекция. А здесь у нас со вкусом сочной клубнички с начинкой. И они выглядят, наверное, как мне напоминает пельмешек. Вот такой пельмешек у нас здесь. Очень упругий. И очень ароматный. Скорее всего, в составе есть ароматизатор клубники. Погодите, погодите. Ну, начинки, конечно, немного, но начинка кислая. Это так круто, что верхний слой маршмеллоу, это же буквально воздушный сахар такой. А внутри кисловатая начинка, которая классно дополняет маршмеллоу, как-то вносит свою нотку разнообразия. 85 грамм в упаковке за 59 рублей. Да. Но вот в этой у меня, например, меньше, как будто бы попало начинки. Это так вкусно. Это так приятно. Это с кофеечком, таким крепеньким утром. Очень рекомендую. Пухлый кролик, просто 5 из 5. Последняя находка, и перед ней мне нужно просто запить все. Какие-то новые чипсы появились в Фиксе. Цена, кажется, у них в пределах 70 рублей. Фрайс Дабл Кранч. Нежный, дерзкий вкус сметаны и лука. 100% натуральный картофель. Двойное рифление. Двойное рифление! Лейс, где ты там? Даже у тебя такого нету. Пахнет картошечкой. Со сметанкой и луком. В общем, у нас здесь на дне пачки. Как всегда, продают с воздухом. Такие полусломанные. Наверное, они должны быть круглые, но как есть. Вот такие кусочки чипсов. Где-то даже зажаренных слегка. Что-то посыпалось. Хрустит круто. Это очень похоже на лейс со сметаной и зеленью. Я бы сказала, что это, конечно, не как лейс. Здесь как будто бы меньше добавлено специй. Но при этом присутствует вкус. Прикольно, что они такие с перфорацией. Классные, вкусные. Здесь есть и другие вкусы на картинке. Например, сметана и зелень. Сыр. Лосось. И лобстер. Вот это я бы попробовала. Но в нашем магазине был только вкус сметаны и лука. Обалдеть! Мы сегодня с вами попробовали столько всего. Столько вкусняшек, оказывается, продается в магазине Фикс Прайс. И при этом меня практически ничего не разочаровало. Пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение. Из какого магазина вы хотите попробовать новинки и продукцию. Я обязательно буду читать все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если все еще это не сделали. Я всех целую. До новых встреч. И пока-пока. Благодарю за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok